Сергей Нарышкин Получается, что только за один день рассматривалось два с половиной закона проекта, которые могут сильно повлиять на жизнь всех людей Российской Федерации. Это меньше трех часов на принятие важных решений. А еще нужно как-то найти время на разработку закона голосования и доработку. Сколько остается народным избранникам для обсуждения и анализа предложения? Два часа? Может быть еще меньше? Точно мы не знаем. Хорошо, что определение «бешеный принтер» не привязалось. Нам, избирателям, остается только гадать, с чем связано рекордное количество принятых законов. Вячеслав Смирнов, политолог. Они стали людьми, обслуживающими окологосударственные группы и бизнес-интересы. Отсюда и эффект взбесившегося принтера. Депутаты стали уделять намного больше внимания пиару и присутствию в СМИ. Ну, во-первых, Нарышкин уже ответил, что принтер — это не про думу. А во-вторых, подобный разгон обусловлен, наверное, не халатностью, а, наверное, компетентностью. Вот когда вы планируете отпуск большой компании, вам хватает трех часов, чтобы все обдумать, записать, распределить? Вряд ли. А вот нынешним депутатам хватает, чтобы страну менять. И менять к лучшему. Вы же заметили, как мы лучше жить стали? Люди, правда, говорят про безработицу, задержку зарплат, увеличению налогов и двойном росте цен, но люди же не специалисты. Обратите внимание на состав последнего созыва. 238 депутатов фракции «Единая Россия» позволяют полностью контролировать законодательный процесс. Поэтому вся ответственность за принятые законы лежит на единороссах. Именно они могут принять закон или отклонить, независимо от авторства проекта, будь то правительство, суд или даже президент. А голосуют они едино. Вот некоторые жизненно важные и необходимые законы для граждан России, на которые депутаты должны были потратить свое время, чтобы мы с вами жили лучше. «Единая Россия» с помощью закона о митингах усложнила процедуру организации общественных шествий, ввела дополнительные барьеры для воли изъявления народа и увеличила в несколько раз штрафы. Конечно же, для безопасности людей. Кто-то утверждает, что данный закон антиконституционен и противоречит правам человека. Но люди не специалисты. Если Конституционный суд сказал «можно», значит «можно». 100% единороссов поддержало принятие закона. Другая важная проблема России – нет ни очереди в больницах, ни низкий уровень образования, а субъективная реакция религиозного человека на высказывания окружающих. Закон о защите чувств верующих нанес решительный удар по этой проблеме. Хоть законом и не пояснено, что такое чувство религиозного человека, как убедиться, что человек на самом деле религиозный, а не симулирующий провокатор. Зато хорошо пояснены штрафы в полмиллиона и возможная отсидка на три года. Вот он, настоящий вызов в современной России. 100% присутствующих единороссов поддержало принятие закона. Следующий удар Единая Россия нанесла по общественным организациям законам об НКО. Все, кто получают финансирование из-за рубежа – это иностранный агент, и ему надо мешать. Понятно логика? Вы посмотрите на этих троянских коней, которые только и думают, чтобы разложить Россию-матушку. Среди которых Всемирный фонд дикой природы, Фонд помощи детям «Подари жизнь», Историческое общество «Мемориал». Так называться может только сам дьявол. Поэтому для таких, как они, нужно учинить препятствия и в случае непризнания себя иностранным агентом, то влепить штраф. В результате 121 организация попала в реестр агентов, 114 – за формирование общественного мнения, а экологическая вахта «Сахалина» вынуждена была вернуть 159 тысяч долларов, пожертвованные на сохранение рек. Ух, как закон-то работает! 100% единороссов поддержало принятие закона. Депутаты Единой России видят нашу зажиточную жизнь и своевременно вводят новый побор – капитальный ремонт. Законом они обязывают платить, как думают люди, за то, что и так включено в стоимость тарифов на содержание жилья. Что нет госплана, нет источников для пополнения бюджета страны. Непонятно, кому принадлежит жилищный фонд, куда идут деньги и как они расходуются. А страна в глубоком кризисе. Но люди же не специалисты. 100% единороссов поддержало принятие закона. По невероятному совпадению, один из директоров фонда капитального ремонта увеличил себе зарплату и за 11 месяцев она ставила 10 миллионов рублей. А говорите, закон ненужный. Но ему еще предстоит дойти до заработков членов фракции Единая Россия. Но разве бездельники и жулики могут зарабатывать такие суммы? Самыми богатыми депутатами в Госдуме являются, вы уже догадались, депутаты Единой России. Их заработок от 600 до 900 миллионов. Как думаете, сильно их беспокоят проблемы обычных граждан? Все эти наши заморозки пенсии и задержки зарплат при росте цен? Да обычному гражданину такие суммы представить не получается. Ведь на эти деньги обычный гражданин смог бы прожить 1956 лет. И сейчас у тебя появилась редкая возможность проголосовать за фракцию, которая у руля уже 15 лет. Голосуя за нее, ты, вероятно, выбираешь реальные. Сроки за репост. Увеличение чекистов во власти. Ментовский беспредел на законодательном уровне. Принятие закона без учета экспертов. Рост поборов и налогов. Разрешение супругам депутатов заниматься бизнесом. А также платный въезд в город. Покажи это видео друзьям, чтобы пошли на выборы. Хотя есть версии, что если не голосовать вообще, то твой голос распределят куда надо без твоего мнения. А ты, избиратель, запомни, что в следующий раз, когда тебе предложат проголосовать правильно за условную тысячу рублей, то помни, что разрешение стрелять по толпе – это только начало. А жить с этим и в этом будешь ты сам. Дополнительные видео про Единую Россию и другие ссылки в описании. Продолжение следует...